Может, вы помните, выходило такое видео на канале. Ну, я думаю, мало кто помнит, потому что мало просмотров у него. Но, если что, в плейлисте правила можно его найти. Так вот, там было про ошибку в правилах. Для танцев на льду там... Кейпоинт был неправильно указан. Вот L4OE, Left 4, Outside, Inside. Ну, то есть, перетяжка и тройка. У Кейпоинт, а в русских правилах написали, как у партнёра Кейпоинт. То есть, партнёр спиной должен ехать. И вот вышло недавно обновление перевода правил и ошибку эту исправили. Вот. Теперь у партнёра L4OE. Левая вперёд, наружу, внутрь тройка. Так, ну... Исправляли не какой-то другой косяк. Там, видимо, что-то серия блюза была, или там просто об обновлениях правил появилось. Что-то свеженькое, я точно не знаю. Но тут-то есть же ещё один косяк. Так. Вот про дорожку PST. Рисунок. Там в английском варианте есть предложение, которое говорит, что что-то там завершается на короткой оси на противоположной стороне от судей. На самом деле там говорится о дорожке, но поскольку в английском нету окончаний у причастия, у идеи причастия, у относительных местоимений, то так выходит, что они перевели, как будто это относится к блюзу, а блюз начинается обратно, на истрине от судей, и заканчивается с их стороны. Но ничего, я попрошу исправить, и надеюсь, федерация отреагирует на это. Ну и думаю, скоро буду делать обзоры правил вообще. Потому что вот недавно ещё вышел новый документ от ИСУ и коммунике 2393. И там, оно совсем недавнее, там говорится о том, как оценивать джои у танцев, у блюза, у миднайт блюза, там же, знаете, по тому, сколько шагов выполнено чисто и в музыку. Вот, и в зависимости от процента, там ещё снижается западение, за стычки, за расцепление, ну и так далее. Короче, обзор, думаю, что скоро сделаем. Ладно, всем пока, подписывайтесь, если не подписались, ставьте лайки, делитесь видео, пишите комментарии по теме, естественно. До новых видео, услышимся!